Добрый день. Сразу бы хотелось обратить внимание, что несмотря на ту тему, которая написана у вас в программе, тема все-таки звучит чуть шире, это именно правовые особенности применения телемедицинских технологий, а не сервисов лечения онкологических заболеваний. Хотя, безусловно, про осуществление деятельности телемедицинских сервисов, как о такой очень важной, нужной, актуальной на сегодняшний день теме, я буду говорить. С чего бы хотелось начать? Вот с количества проведенных телемедицинских консультаций на долю населения в 2017 году. Такая карта мира по количеству проведенных телемедицинских консультаций. Как вы видите, Россия, не знаю, видно ли здесь или нет, но Россия, к сожалению, на момент 2017 года занимала скорее более отстающие позиции по количеству проведения телемедицинских консультаций. Что, безусловно, на тот момент, наверное, было ожидаемо, потому что на момент 2017 года, по крайней мере, к началу этого года, никакого нормативно-правового регулирования телемедицинских консультаций не было. Но фактически они осуществлялись, как ни странно. Это, наверное, первое, на что стоит обратить внимание. С 2017 года, именно с этого года, начинается такой активный период в законодательстве, когда появляются нормативно-правовые акты, появляются достаточно быстро нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос. И медицинское сообщество стало бурно обсуждать так называемый закон о телемедицине. Я думаю, что вы все слышали. На самом деле хочется развеять миф, что закон о телемедицине – это никакой незакон о телемедицине, это всего лишь закон о внесении изменений, содержащих всего 4 статьи и вносящие изменения в 3 федеральных закона. Главное, вносящие изменения в наш основной отраслевой закон – 323 закон об основах охраны здоровья граждан. И именно 29 июля 2017 года появляется определение, что же такое телемедицинские технологии, что же такое оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. С этого момента наступает такой благоприятный период, который длится, к сожалению, не очень долго. С июля 2017 года по ноябрь 2017 года. С того момента, как появляется регулирование в 323 законе, еще не выходит порядок. Хотя в 323 законе ссылки на порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий уже есть. И вот 30 ноября 2017 года выходит порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. И тут очень многие медицинские организации понимают, что достаточно жестко урегулированы некоторые вопросы. Что-то, к сожалению, не разъяснено. Но, тем не менее, теперь приходится оказывать эти услуги, если вы их оказываете, то в пределах этого порядка. Согласно статистике, которая представлена одним из телемедицинских сервисов, может быть, она не очень надежная, но тем не менее, на момент 2018 года 72 медицинские организации в той или иной степени ввели телемедицинские технологии в свою деятельность. Но уже к следующему году, в 2019, только 60% решили эту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий продолжать реализовывать именно из-за достаточно, с одной стороны, жесткого нормативно-правового регулирования, с другой стороны, огромного количества вопросов. Тем временем, касаясь все-таки онкологической направленности, следует сказать, что в плане, в стратегии Министерства здравоохранения Российской Федерации к 2024 году использование телемедицинских технологий, в том числе как способа эффективного метода диагностики злокачественных новообразований, направленного на борьбу с онкологическими заболеваниями, телемедицинские технологии названы как один из способов качественности, доступности и так далее. Нормативно-правовой базе. И, конечно же, порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Безусловно, нельзя не обратить внимание на огромное количество других нормативно-правовых актов. Это и закон о персональных данных, и все, что касается использования специальных информационных систем при оказании телемедицинских технологий. Но таких нормативно-правовых актов множество, и поэтому, наверное, останавливаться на них не очень целесообразно. Вот на чем, наверное, стоит остановиться. Это 323 закон об основах охраны здоровья граждан. Первое, на что обращаем внимание, это во второй статье все-таки появляется понятие телемедицинских технологий. Зачитывать его не буду, я думаю, что здесь, в принципе, все читаемо, и вы его и так знаете. Вторая статья, которая в той или иной степени регулирует это, это статья десятая, которая говорит, зачем эти телемедицинские технологии введены для повышения доступности и качества медицинской помощи. И третья, это самая важная статья, которая, фактически, наверное, нас здесь больше всего интересует, это особенности медицинской помощи, оказанные с применением телемедицинских технологий. Значит, первое, что следует обратить внимание, что прямо в 323 законе законодатель обращает внимание на то, что на медицинскую организацию, которая решается применять телемедицинские технологии, накладывается уже такая двойная ответственность. То есть оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий оказывается в порядке, который, собственно, 30 ноября 2017 года в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. То есть, получается, мы не должны при оказании такой медицинской помощи забывать о порядках оказания медицинской помощи профильных. Значит, на что еще стоит обратить внимание и о чем здесь законодатель буквально кричит, о закрытом перечне целей консультации. Вот он здесь приведен и получается, что именно в 323 законе, и все это потом дублируется в правилах, установлен фактически законодательный запрет на постановку диагноза, назначение лечения по результатам телемедицинской консультации, обращу внимание, что это минуя очную консультацию, коррекцию лечения без первичного очного приема и назначение дистанционного наблюдения без очного приема. То есть в 323 законе нам говорят главную истину, что очный прием обязательно должен предшествовать. Почему я обращаю на это внимание? Потому что в дальнейшем я вкратце расскажу про телемедицинские сервисы, которые являются как бы посредником при оказании медицинским организациям медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, и почему-то там вот это золотое правило забывается. Значит, что еще в этой статье про особенности дано понятие дистанционного наблюдения? Прямо сказано о том, что необходимо соблюдать требования в области персональных данных и врачебной тайны, то есть здесь никакие требования к оказанию медицинской помощи никто не отменял. Прямо сказано про использование единой системы идентификации и идентификации, и про документирование информации определенным способом. Теперь вот получается к тому порядку, который в принципе достаточно подробно, какие-то вещи более подробно, какие-то вещи, к сожалению, менее подробно регулируют вопрос о оказании медицинской помощи с применением телемедицинских консультаций. К сожалению, на сегодняшний день в этом порядке много пробелов, что впоследствии доказывается тем, что Минздрав был вынужден уже к следующему году выпустить разъяснительное письмо по ряду вопросов. Но мы позволили себе, одним из пробелов, допустим, является наличие в порядке специальных терминов, при этом, к сожалению, и дефиниция дается только одному. Этот порядок налагает множество обязанностей на медицинскую организацию, об этом не стоит забывать. И вот на основании анализа этого порядка следует сказать, что дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, что, на наш взгляд, достаточно актуально для именно онкологической специфики, для, допустим, с возможностью отслеживания со состоянием пациента при прохождении какого-то курса химиотерапевтического лечения и так далее. Достаточно зарегулированный раздел, но, тем не менее, там, допустим, есть неопределенность термина «экстренное реагирование», что это, как это. Ну, к сожалению, на данный момент нам этих ответов не дано. Мы позволили себе на основании анализа порядка выделить ряд правил организации медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Вот здесь некие 12 правил. Конечно, все достаточно более подробно урегулировано, но буквально прокомментирую пару из них. По поводу необходимого помещения, которое обеспечивает консультирующая организация. Тут, кстати, получается вопрос, что так и не решено, что является необходимым помещением. То есть термин есть, и, к сожалению, пока непонятно, что конкретно вкладывается в указанные понятия. Далее необходимость наличия средств связи и оборудования для проведения консультации, наличие которого обеспечивает консультирующая организация, в том числе мобильные средства связи. То есть в порядке указано о возможности использования мобильных средств связи. И, к сожалению, очень многие медицинские организации, увидев эту формулировку, решили, что мобильные средства связи можно применять при осуществлении любых телемедицинских консультаций. Что сразу же скажу, потом Минздрав развеял все эти надежды. Далее привлечение медицинских работников из числа сотрудников, использование единой системы идентификации и идентификации для указанной цели. Про эту систему тоже достаточно много вопросов, потому что, к сожалению, в порядке, во многих пунктах порядка, содержатся формулировки, которые позволяют нам сделать вывод, что эта единая система идентификации и идентификации должна использоваться только в случае получения консультации в рамках обязательного медицинского страхования. Тоже сразу скажу, что потом Минздрав сказал, что нет. Эта единая система идентификации и идентификация должна использоваться при оказании любых телемедицинских услуг, вне зависимости от того, в рамках обязательного медицинского страхования или платные. Дальше по поводу регистрации медицинской организации в федеральном реестре, внесение сведений о работниках в федеральный регистр, по поводу оформления заключения необходимо здесь, наверное, также сказать, использование специализированных информационных систем, предоставление информации в доступной форме в сети интернет. Здесь все, что касается информирования, то есть медицинские организации должны не забывать при оказании такой медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, что необходимо не только, получается, к сожалению, дублировать огромную часть информации в сети интернет, но и также каким-то образом информировать пациента путем подписания того же информированного добровольного согласия о многих спецификах оказания помощи с применением телемедицинских консультаций. Использование усиленной квалифицированной электронной подписи, хранение информации о пациенте, документации сопутствующих материалов тоже достаточно интересно, то есть в порядке перечислено, что такое есть сопутствующие материалы, но дефиниции нет. Но при этом законодатель нам говорит о том, что мы храним медицинскую документацию, которая используется в обороте при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, тот же срок, что и обычно. То есть, допустим, если мы говорим о медицинской карте амбулаторного пациента 25 лет, а сопутствующие материалы год, но что такое сопутствующие материалы, пока не до конца понято. И ответственность консультанта в пределах заключения. То есть достаточно много вопросов. Вот это какие-то основные правила. Но, тем не менее, порядок вызвал настолько бурное обсуждение в медицинском сообществе, что Министерству здравоохранения Российской Федерации пришлось разъяснить ряд вопросов. Это, к сожалению, не все вопросы, которые на сегодняшний день требуют разъяснения в этой сфере. Но, тем не менее, те, кто не знают это письмо от 9 апреля 2018 года, в котором по пунктам Министерство здравоохранения разъясняет самые насущные вопросы. Первое, на что обращает внимание Минздрав, это тот вопрос, который был наиболее актуален, это о том, что оказание медицинской помощи с применением этих технологий, это не отдельный вид медицинской помощи. Это просто способ ее оказания. Это важный момент, на который следует обратить внимание. И Минздрав этому посвящает целый пункт. Минздрав говорит о том, что оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, осуществляется в соответствии с лицензионными требованиями и соблюдением порядков. Далее. Оказание медицинской помощи. Минздрав говорит о том, что есть только закрытый перечень оснований для применения мобильных средств связи. Это всего два случая. Это при оказании медицинской помощи мобильными бригадами скорой медицинской помощи и при целях развития эффективности, доступности, качества медицинской помощи, экстренной медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Крайнего Севера. То есть всего, получается, два случая. Далее. Предоставление информации. Анна Евгеньевна, извините, пожалуйста, что это пункт 4 вы комментируете? Да. Правильно ли я понимаю, у меня сейчас осенило, извините, может быть, аудитория поняла, а я нет. Я правильно понимаю, что мобильные средства связи только в тех случаях, которые вы перечислили? Абсолютно точно. А можете еще раз их назвать? Даже вам точно назову. Мобильными бригадами скорой медицинской помощи в целях развития, так, оказания медицинской помощи и повышения доступности экстренной медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Крайнего Севера. Правильно ли я понимаю, что в таком случае, если вот я сейчас, находясь не в экстренной ситуации, слава богу, и не будучи малочисленным народом Крайнего Севера, захочу получить телемедицинскую консультацию, вот это будет паралегитимно, я бы так сказала. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Тем более, я не знаю, о чем вы сейчас конкретно говорите, как это возможно. Про телемедицинские сервисы хочу прокомментировать. Я про это говорю. Да, абсолютно точно. Это еще один камень в огород телемедицинских сервисов, которым я, к сожалению, вот сейчас придется озвучить. Далее, это предоставление информации обязательно только в случае получения консультации в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. То есть это по поводу этой системы идентификации, идентификации. Она обязательно, ее использование везде, но при этом организации, которые оказывают эту медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования, на них законодатели налагают больше обязанностей, они должны еще эту информацию всю подробно предоставлять в сети интернет. Более подробно, нежели, допустим, организации, которые таких услуг не оказывают. И обязательное внесение сведений вот в эти вот регистры и реестры. Значит, на чем бы хотелось остановиться далее, точнее вот на этом, наверное, как раз останавливаться не стоит. Мы позволили себе выделить ряд групп, сделать классификацию оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. По виду, я думаю, всем все знакомо, по условиям тоже. По форме оказания медицинской помощи здесь, кстати, очень интересно. Мы позволили себе проанализировать регламент проведения телемедицинских консультаций одной из крупных медицинских онкологических организаций, медицинских учреждений, и регламент достаточно неплохой, зарегулирован, но там как раз нарушение в этом регламенте по поводу этих сроков. То есть нам этот порядок говорит о том, что в плановой форме сроки устанавливаются, если это платные услуги по условиям договора, если это услуги в рамках обязательного медицинского страхования, то условиями территориальной программы. А вот экстренная и неотложная форма, вне зависимости от того, платные это услуги или в рамках обязательного медицинского страхования, вот такой срок. Это, кстати, порядок достаточно четко регулирует. По количеству участников это тоже не так интересно. По системе, по средствам связи, вот то, о чем я сказала. По форме дистанционного взаимодействия, консультации, консилиума, дистанционное наблюдение. И по режиму проведения, вот это то, что интересно, это режим реального времени, это непосредственное взаимодействие. Это и отложенные консультации, дистанционное излучение информации и подготовка заключения. Теперь, как вы помните, как заявлена тема, это прежде всего, наверное, осветить взаимодействие врач-врач и врач-пациент. Начнем вот с врач-врач, это дистанционное взаимодействие медицинских работников, так говорит порядок. Здесь мы видим несколько субъектов, это прежде всего лечащий врач и консультант. Законодатель определяет цели, причем целью здесь сказана, возможность получения заключения консультанта или привлечения его для составления протокола. Вопросы, здесь, к сожалению, не видно. Вопросы – это только оценка состояния, уточнение диагноза, прогнозы, тактика, обследование, лечение и перевод пациента в специализированное отделение, или медицинская эвакуация – вопрос. То есть, опять же, повторюсь, крайне закрытый, крайне зарегулированный перечень целей и вопросов. Из интересного, консультант несет ответственность в пределах заключения. Ну, в принципе, это так, наверное, и при оказании медицинской помощи любой, собственно. На это просто неоднократно обращает внимание законодатель. Что здесь интересно, на мой взгляд, для онкологического направления – это вот эти вот появления так называемых референс-центров. С 28 апреля 2019 года в приказ 158Н введено в качестве подвида патологоанатомического бюро вот такая группа, которая называется референс-центр, это обеспечивающие путем информационного взаимодействия, в том числе проведение консультаций с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медработников между собой оценку, интерпретацию и описание результатов иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических исследований. Насколько я понимаю, это достаточно актуально. Интерпретация результатов каких-то исследований это достаточно актуально именно для онкологии. Есть даже такой термин телепатоморфология. Это, видимо, действительно достаточно актуально. И второе – это взаимодействие врач-пациент. Это взаимодействие медицинских работников с пациентами. Цели прямо четко предусмотрены. Тоже зачитывать их не буду. Обратите внимание. То есть только по этим вопросам, собственно, может осуществляться вот это дистанционное взаимодействие. Пациент плюс законный представитель, если мы говорим о несовершеннолетнем пациенте. Медицинский работник – это лечащий врач или медицинский работник. Порядок выделяет отдельную категорию, которую называют медицинский работник, осуществляющий дистанционное наблюдение или экстренное реагирование. Это если мы как раз говорим о дистанционном наблюдении за пациентом. Из интересного, что здесь следует сказать о том, что следует помнить, что именно при этом в виде взаимодействия порядок накладывает огромное количество обязанностей на медицинскую организацию, огромное количество обязанностей по информированию, как в сети интернет, так и посредством подписания информированных добровольных согласий, информирование пациента просто обо всем, об использовании единой этой системы, о операторах. В общем, просто медицинская организация обязана, к сожалению или к счастью, проинформировать пациента от А до Я. И тоже из интересного, наверное, на что здесь стоит обратить внимание, на лечащего врача, вот при этой схеме дистанционного наблюдения за состоянием пациента, на лечащего врача накладывается обязанность по… Если по результатам как-то мониторинга состояния пациента вы видите, что у пациента какие-то показатели выше, чем норма, и какие-то критичные показатели, именно на лечащем враче лежит обязанность обеспечить экстренное реагирование. Как это сделать, пока нам ответов не дается. Но, тем не менее, такая обязанность есть, то есть пока обязанностей больше, чем ответов, как это все реализовать. Значит, наверное, резюмируя, да, хочется сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день достаточно большое количество проблем связанных с применением телемедицинских технологий. Очень многие медицинские организации боятся это делать, и лично, на мой взгляд, наверное, обоснованно боятся, потому что, с одной стороны, вы должны четко соблюдать порядок, с другой стороны, иногда ожидания пациентов гораздо больше. И вот все, что касается невозможности первичной постановки диагноза при первичном контакте безочного приема, это, видимо, расстраивает очень пациентов, и пациенты как раз сейчас активно пользуются услугами медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий посредством использования телемедицинских сервисов. Об этом вот буквально скажу пару раз. Значит, мы провели анализ ныне существующих телемедицинских сервисов крупных, и, ну, я думаю, вот видите, Яндекс.Здоровье, еще, значит, два других сервиса здесь продемонстрированы. Как вы видите, в этих списках врачей-онкологов нет. Наиболее популярными направлениями в телемедицине, именно с использованием телемедицинских сервисов, это, конечно, терапия и педиатрия. Онкологов, консультацию, прием врача-онколога мы нашли только на одном телемедицинском сервисе, причем нам сначала показалось, что это не совсем телемедицинская консультация, но, тем не менее, судя по отзыву, как вы видите, вот спасибо врачу за консультацию, подробно рассказал. Единственный минус, что пришлось переписываться, так как связываться со мной он не мог из-за технических проблем. То есть это, ну, как мы видим, была осуществлена консультация врачом-онкологом, видимо, полноценная консультация с дачей рекомендаций. Здесь бы нам хотелось настроить медицинской организации на то, что если вы принимаете решение сотрудничать с телемедицинскими сервисами, если вы находите это как-то выгодным для вас, востребованным, то здесь это нужно делать очень аккуратно, потому что ответственность все равно несет медицинская организация, чей сотрудник оказывает эту консультацию. К сожалению, телемедицинские сервисы не брезгуют тем, что посредством их использования пациентам часто выставляется первичный диагноз. Мы провели такой анализ, мы выступили в... Давайте расскажем, как есть. Ну, как мы его провели? Нет, но... Мы звоним на вилески. Да, значит, у нас было приглашение одной из первых тем, которую мы читали по телемедицине, это была торгово-промышленная палата Ленобласти. Она вот у себя проводила такую вот тусовочку, если можно так сказать, и, соответственно, возникла необходимость проанализировать эту тему. А потом было через несколько месяцев аналогичное было мероприятие в Сколково, где уже эта тема активно ее Алексей Николаевич и которого вы уже видели, вот Анна Евгеньевна, готовили. И для того, чтобы это не было просто скучным изложением каких-то анализов нормативных актов и их критики, мы решили, ну вот это была идея Анны Евгеньевны, наверное, не очень хорошо, что я, наверное, сама про это рассказываю, пройти как пациент вот эту вот... Да, параллельно, извините, что переверну, спараллельно с консультацией с профильного врача-специалиста, то есть нам специально симптомы подгонять под неоднозначные, извините, за такую формировку помогали. Ну да, то есть мы создали для врача, который консультировал, это было Яндекс.Здоровье, сразу скажу, потому что эта история имела некое продолжение, то есть она первая часть, а потом спустя где-то месяц, наверное, была вторая на другом мероприятии. И, соответственно, у нас был, да, консультант с ученой степенью кандидата в медицинских наук, пульмонолог, который давал нам заведомо достаточно сложные симптомы, которые подпадали одновременно, естественно, под несколько патологий, которые ставили врача в сложную ситуацию. Вот мы сейчас не стали делать, чтобы не перегружать презентацию скриншотами вот этой переписки, потому что вот в ту презентацию, конечно, в Сколково мы ее вставили. Это было очень интересно, потому что… Да, спасибо. Это было очень интересно, потому что мне, как тайному покупателю, не только поставили диагноз, мне назначили лечение полностью, выписали медикаментозную терапию и не особо направили на очную консультацию врача-специалиста. Причем мне поставили диагноз ОРВИ, а там были настолько такие размытые симптомы, что вот те специалисты, с которыми мы потом консультировались, говорили о том, что это возможно и вне больничной пневмонии, и там и артериальная гипертензия, то есть там все было настолько намешано, что вот… Но при этом врач принял решение поставить диагноз, выслали медицинское заключение, в котором в рекомендациях, медикаментозная терапия, в рекомендациях соблюдения реажима, то есть это абсолютно полноценная первичная консультация. Более того, все эти сервисы позиционируют себя как площадку легкого получения качественной медицинской помощи, они все это пишут везде. Вот здесь, кстати, обратите внимание, очень аккуратно написано, что запишитесь на прием к доктору русской специализации, если вам известен диагноз, и вам требуется мнение еще одного врача. Что такое мнение еще одного врача? То есть теоретически это, возможно, полноценная консультация с установлением нового диагноза. Телемедицинские сервисы этим не брезгуют. Телемедицинские сервисы сами не понимают, как они подталкивают медицинские организации на нарушение действующих порядков. А ответственность будет нести, на наш взгляд, именно медицинская организация. Я сама лично подписывала, когда получала эту консультацию в Яндекс.Здоровье, информированное добровольное согласие, где меня информировали, то есть до того, как мне назначили медицинскую организацию и врача, меня информировало огромное количество медицинских организаций о том, что со мной будет происходить. Ответственность за все это несет медицинская организация, чей консультант меня вот так дистанционно консультирует, устанавливает диагнозы и так далее. Это сейчас пока нет практики по качеству оказания медицинской помощи с применением телемедицинских услуг. Мы искали, пока не нашли и благо. Правда, ее, скорее всего, пока просто нет. Но она будет, потому что сейчас настолько возрастает и потребительский экстремизм, с одной стороны, и все эти телемедицинские сервисы делают так, что у меня, как у потребителя, даже создается впечатление, что я могу получить качественную медицинскую помощь за 99 или за 499 рублей. За 499 рублей тем более. Развернутую. И вот Ольга Владимировна будет об этом говорить по поводу рейтинга онкологии в наиболее конфликтных отраслях медицины. Онкология практически в топе. На четвертом месте из десяти. Поэтому, на мой взгляд, особо таким рисковым представителям этих отраслей следует задуматься о том, насколько это целесообразно, и как сделать так, чтобы эти телемедицинские консультации были эффективны и при этом не нарушали действующих порядков и прав пациента, и потом не приводили к печальным последствиям для медицинской организации. Еще несколько ремарок. Во-первых, продолжение. Что было дальше после того, когда мы прошли этот путь, это было действительно все весело, и это было представлено на конференции в международном медицинском кластере в Сколково. Аудитория тоже на это все хорошо реагировала, все понимали примерно, каким образом это происходило. Спустя месяц, 21 марта текущего года, в Москве происходил тоже очень представительный большой форум. В основном среди частных медицинских организаций были представители. Называется «Конкуренция в медицине». И в качестве спикера была приглашена дама, которая является директором Яндекс.Здоровья по качеству медицинской помощи. У нее было очень хорошее, очень энергичное выступление, которое сводилось, у нее не было абсолютно контакта с залом, потому что, насколько я поняла аудиторию, мы сами не врачи, мы смотрим на такие вещи достаточно отстраненно. Аудитория была в основном врачебная, это были руководители лечебных учреждений, медицинских организаций, частной формы собственности в массе своей, которые понимали, что как раз вот те цифры, вот то, что Анна Евгеньевна озвучила, не может быть оказана качественная медицинская консультация за эти деньги. И спрашивается тогда, ну вот в основном они дискутировали об этом, и директор Яндекс.Здоровья по качеству, она очень уверенно говорила, что их врачи не ставят диагнозы, их врачи никаким образом не консультируют и ни в коем случае не приглашают на очный прием, не отговаривают от явки на очный прием, особенно при каких-то размытых симптомах или при неоднозначных каких-то возможных патологиях. И была некая дискуссия с залом у нее по этому поводу, но в итоге я вот слушая это все на протяжении 40 минут, вот то, что называется, не могу молчать, мое уступление было позднее, казалось вообще страхование профответственности медорганизации, то есть не совсем профиль, ну не об этом, не о телемедицине. И я взяла микрофон, и вот примерно то же самое, только в более, конечно, сжатом таком вот хронологической манере, все это изложила. И надо сказать, что, насколько я поняла, я была далеко не одна, кто в зале получал телемедицинские услуги, в том числе с целью такого ресерча, то есть просто вот посмотреть, как это вообще, то есть не с целью получить консультацию, а с целью посмотреть, как работает сервис. И это, вот это выступление, оно поломало, к сожалению, все выступление и все, весь эффект это выступление директора Яндекс.Здоровье. Более того, у нас потом, я не чувствую, что мы, конечно, такие прям молодцы, и ничего хорошего, наверное, мы им не сделали, хотя я уверена, что они, конечно, неубиваемые ребята, вот, но после выступления находящийся в зале представитель Росздравнадзора федерального попросил презентацию, вот, более того, мы ее выслали, потому что, несмотря на то, что мы уважаем околомедицинский бизнес, это нормально, развитие телемедицинских технологий, как и развитие любых информационных технологий, это необратимый процесс, и это прекрасно, если есть движители, так сказать, если есть вот какие-то люди, которые действительно могут даже в сером правовом поле, тем не менее, это делать, потому что рано или поздно будет белое правовое поле, рано или поздно все это будет нормально, вот, тем не менее, вещи, которые все-таки на грани, да, жизни и здоровья, это не совсем все-таки продажа каких-то услуг, которые, ну, ну, в общем-то, эффективность которых, наверное, не столь высоко рисковая, все-таки требует регулирования. Нам совершенно не нужно, чтобы их наказывали, нам нужно, чтобы это было нормально. То есть если есть регулирование, давайте это будет в рамках регулирования, потому что в той правовой лакуне, которую Анна Евгеньевна озвучила, между изданием внесения изменений в 323-й закон, так называемый закон о телемедицине, и порядком, который был спустя несколько месяцев данным Минздравом, к телемедицинским технологиям, к телемедицинским, организациям относили переписку врача в WhatsApp с пациентом, электронную какую-то отзыв, через форму коммуникации на сайте. Врачи до сих пор переписываются с пациентами, и, наверное, не только другие врачи, наверное, здесь уже. Это называется цифровое консультирование, дистанционное консультирование. Что это, пока неизвестно. Загадка, неизвестные науки. Можно я вставлю свои пять копеек? Мы вообще вернемся, давайте, в онкологию. Там все сложнее. Мы говорим о том, что телемедицинская консультация не подменяет существующую нормативную базу, а лишь является инструментом. Маленьким и ограниченным функционалом. А 915-й антриказ никто не отменял. Порядок оказания помощи больным по профилю онкологии предполагает по ту сторону телемедицинской консультации три специалиста. Это так называемый онкологический консилиум. Значит, вот здесь, где стаж работы 43 года, товарищи, должны сидеть три человека. Один из них радиолог, второй онколог. Ну, я не буду повторяться, все знают. И как минимум за полторы тысячи рублей эти три человека в нарушение 36-2 статьи должны поставить диагноз, назначить диагностические исследования и назначить какое-то лечение. Мало того, если при лечении ОРЗ это может закончиться, наверное, осложнениями, в худшем случае пневмонией, то у онкологического больного это затянет процесс, и всего лишь он придет в следующую стадию. Поэтому я бы вот так вот очень мягко к этому не относился. Я бы вообще запретил телемедицинские консультации. Тогда мы должны просто обратиться опять к тому слайду, но не будем сейчас его листать назад, относительно тех законодательных запретов, которые установлены в отношении целей телемедицинских консультаций. И я думаю, что законодатель, я, конечно, не знаю, что в тот момент в голове законодателя было, но тем не менее ограничив применение телемедицинских технологий исключительно узкими направлениями, и пытается таким образом обезопасить, по крайней мере, от неблагоприятных последствий. Потому что медицинские организации, которые, вот Центр обновления Ярославль, вот это как раз тот самый, кого тут заочно обсуждаем, старший работает 43 года. Сложно понять, какой здесь объем телемедицинской консультации был представлен. Я далека от мысли, что онколог и онкомамолог, в данном случае это два разных человека. Это, скорее всего, один и тот же товарищ. И если это ограничено исключительно тем, что порядок, установленный приказами Минздрава, разрешает делать, то большой беды в этом нет. Другое дело, что медицинские организации не должны этим увлекаться. И я вот еще, что хотела бы, кстати, добавить относительно прав пациента. Это не так будет теоретически, как страшно, может быть, это звучит. Дело в том, что телемедицинские консультации, они действительно очень специфичны тем, что врач находится в одном месте, а пациент находится в другом, в том числе и на территории другого субъекта Российской Федерации. В соответствии с законом о защите прав потребителей 1992 года и в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 2012 года, сейчас ему как раз 7 лет исполнилось, применение судами законодательства о защите прав потребителей, вся медицинская помощь, которая оказывается в том числе в рамках обязательного медицинского страхования, подлежит регулированию закона о защите прав потребителей, который в том числе, помимо всего прочего, я про него буду поподробнее потом говорить, содержит определенные процессуальные гарантии для потребителя при реализации защиты своих прав, в том числе в судебном порядке. И в том числе к этим процессуальным гарантиям относится так называемая альтернативная подсудность. Это значит, что пациент, обращаясь за судебной защитой своих прав, имеет право выбрать, в какой суд ему обращаться, по месту чего. Законодатель предлагает ему это сделать по месту нахождения исполнителя услуги, по месту оказания услуги фактической, потому что это не всегда совпадает, по месту причинения вреда и по месту нахождения его самого. Так вот, в самом порядке, который Анна Евгеньевна подробно достаточно проанализирована, указано, что место оказания телемедицинской консультации определяется местом нахождения пациента. Это означает, что медицинская организация, предоставляя телемедицинскую консультацию, действует под своей лицензией. Врач находится физически, будем надеяться, в том самом помещении, наверное, каким-то специальным образом оборудованием. Необходимым, как там написано, а не у себя дома. Хотя, по большому счету, с прикладной точки зрения никакой разницы нет, раз уж это телемедицинская консультация. Но, тем не менее, законодатель в данном случае довольно строг. Пациент находится неизвестно где, в том числе в палатке где-нибудь. И в данном случае медицинская организация рискует еще и этим. То есть потенциальным судебным спором, который ей придется вести, мало того, что на чужой территории, это еще полбеды, так еще и на очень удаленной чужой территории. Потому что пациент в данном случае своим процессуальным правом обязательно воспользуется. Вот я вас уверяю. Поэтому, конечно, это здорово. Вот телемедицинские технологии и их внедрение в любой профиль, в том числе. Я могу сказать, что в юридической сфере до такой степени это не развито и не урегулировано, как в медицине. Что очень странно, потому что я в целом юридическую отрасль говорить не буду, я скажу про именно адвокатскую деятельность. Потому что у нас как это? Каждая рыба-селедка, каждая селедка рыба, ну не каждая рыба-селедка. Вот такое вот уражение. То есть юристы с адвокатским статусом. Мы действуем как бы под своим законом. Так вот, несмотря на то, что, казалось бы, получение юридической консультации в принципе может быть очень сильно удалено адвокатской консультацией, тем не менее, в отношении нас законодатель никаким образом не интересуется, слава богу, и никак не регулирует, и никаким образом какую-то дополнительную ответственность не возлагает. Вот поэтому мы можем в данном случае только констатировать, что нормативное регулирование есть, что нормативное регулирование для медицинских организаций неудобное, но вместе с тем крайне привлекательная тема для медицинских организаций, и те клиники, которые намерены это использовать, они, безусловно, должны, так сказать, это делать, к сожалению, в тех рамках очень действительно таких неприятных, которые порядком, и вот, ну, письмо Минздрава, оно скорее больше разъяснительное, нежели какое-то регулирующее, вот, в тех рамках, которые даны. И это последний месседж, это, кстати, достаточно четко соблюдают крупные медицинские учреждения, в том числе, которые оказывают медицинские услуги по профилю онкологии, в принципе, этот порядок, допустим, мы пытались как-то так, подготовившись к сегодняшнему дню, проанализировать этот рынок, увидели на одном из крупных сайтов медицинского учреждения, оказывающего услуги в области эндокринологии, прием врача-онколога с применением телемедицинских консультаций. Я туда позвонила, сказала, вот, можно мне получить прием, консультацию врача-онколога, на что мне очень грамотный специалист сказал, что прием врача-онколога возможен только после проведения очной консультации, также у нас не все врачи это могут делать, потому что есть определенный порядок, поэтому это, наверное, вселяет надежду в лучшее. Я могу 50 задать по телемедицине, но лучше среди Денис Вордов. Будьте добры, скажите, пожалуйста, первое, когда мы говорим с вами про телемедицинские консультации, но по факту вы рассказываете здесь про сервисы, которые телемедициной не обладают, потому что не соответствуют действующим законодательствам. По факту мы можем с вами говорить, вот, и считаете ли вы альтернативным вариантом использования сервисами договоров гражданского правового характера с врачами, которые просто являются как сотрудники с подтвержденной медицинской квалификацией в рамках оказания информационно-консультационных услуг, не телемедицинских. Это первый вопрос. И видите ли вы возможность развития этого направления? И может ли быть подменено понятие телемедицины на информационно-консультационные услуги? Потому что не только Яндекс, но и другие площадки порой заключают прямые договоры между сервисом и врачом и пациентом информационно-консультационные услуги. Об этом ни слова вы не говорите. Это раз. Второе. Когда мы с вами говорим, например, про неинтервенционные исследования наблюдательной программы, когда идет протоколе включения пациентов в наблюдательную программу с определенным диагнозом, и в рамках протокола есть верификация диагноза профильными экспертами для уточнения диагноза и внесения пациента в реестр той нозологической формы по диагнозу, которая должна быть внутри этого конгомерата, внутри этой базы данных. Будет ли консультация в виде привлечения эксперта внутри регистра, реестра или наблюдательной программы стороннего внутри электронной системы, расценена как телемедицинская консультация, если он подтвердит или опровергнет диагноз, и будет или не будет внесен пациент в электронную систему. И третье. Вы сказали, что нужно использовать специализированные информационные системы. Может быть, это вопросы к Минздраву, но не говорите про форму, которая очень долго формировалась. Я просто слушаю вас. Ответов нет. Расскажите про форму подключения информационных систем и что такое иные информационные системы для Минздрава. Может ли частная информационная система стать иной информационной системой подключиться к ЕГИС-ЭЗ, к ЕСЕ, и использовать идентификацию, аутентификацию для работы в рамках оказания легитимных телемедицинских технологий неинформационно-консульционных услуг. Спасибо. Кто начнет? Давайте я. В Погражданской правовой, мне это, конечно, более понятно. Я немножко от другого, я через ответственность это рассмотрю, если позволите. В том случае, если медицинская услуга фактически, которая обличена в иную форму, потому что это медицинская услуга, форма которой подменена иной, для облегчения каких-то иных, скорее, вопросов, то есть это притворная фактически форма, а если в результате получения такой услуги пострадает пациент каким-то образом, то это не только будет оценено как фактическое оказание медицинской услуги, но еще и негативным образом оценено именно через попытку избежания ответственности. На мой взгляд, если медицинская услуга оказывается, она должна оказываться в том правом поле, которое предлагает законодатель, тем более, что у нас массив законодательства гигантский по этому поводу и огромная судебная практика. По телемедицине нет, но мы о ней не говорим сейчас. Я как раз к тому, что телемедицина – это всего лишь форма, поэтому суд будет воспринимать эту телемедицинскую консультацию всего лишь как форму. Пациенту посоветовали, пациенту назначили диагноз, пациенту оценили симптомы, пациенту дали какой-то совет, которому он, не будучи специалистом в области медицины, последовал, и вследствие этого что-то произошло, либо каким-то не тем образом его информировали и так далее. Поэтому это точно так же, как гражданско-правовые договоры между вообще любой медицинской организацией и врачом, которые прикрывают фактически трудовые отношения. Это плохо оценивается и является дополнительным отягчающим фактором, несмотря на то, ну, при решении какого-то вопроса об ответственности. Про уголовную не говорим, хотя это еще хуже будет, честно говоря, но тут сложно смоделировать в телемедицине. И гражданско-правовые практики немного, а уголовной тем более пока что не накопилось, даже каких-то единичных кейсов нет. Поэтому нет, это скорее может являться в русле вашего вопроса способом развития путем обхода каких-то неудобных вещей. Но мне кажется, что то лицо, юрлицо, компания, или тот врач, который пойдет по этому пути, это не информационно-консультативные услуги. Информационно-консультативные услуги в рамках медицины – это сказать, что не онкология расположена по такому-то адресу. Вот это информационно-консультативные услуги. И можно доехать таким-то транспортом, общественным или личным. Тем более это способ, получается, оказания медицинской помощи. У нас есть 323-й закон, который предусматривает возможность проведения телемедицинских технологий как способа оказания медицинской помощи. То есть получается, медицинская организация уже ограничена этим законом. И какое-то такое спекулирование, такая в этих фазеформа такая. Еще дополнительно вот что хочется сказать, тоже как судебник скажу. Вот нормальные суды в массе своей, вот 95, наверное, процентов всех судебных дел, неважно по какой тематике, суды смотрят не столько на форму, сколько на содержание отношений. И дальше уже смотрят на то, соответствуют ли формы этому содержанию. Поэтому здесь это, честно говоря, мертворожденный путь, который, может быть, кому-то и покажется привлекательным, но он скорее… Хотя только судебные кейсы дадут действительно реальный какой-то… Вот Алексей Николаевич что-то хочет добавить. Ну, оказание медицинской помощи, я тогда сейчас усугублю тогда, да? Или усугублю, как по-русски-то. Вот, оказание помощи без лицензии – это административное правонарушение, но еще есть незаконное занятие частной медицинской практикой. Это специально предусмотрено в уголовном кодексе состав. Но он только, естественно, при наличии, при, так сказать, наступлении определенных последствий. А там просто еще было два вопроса, сейчас мы, если можно, бегло отметим. Если я правильно поняла второй вопрос, я сейчас попробую сформулировать, как я его поняла. Если нет, вы извините, и если можно, тогда переформулируйте. Значит, в том случае, если имеются формальные признаки консилиума врач-врач, и если целью этого консилиума является то, что предусмотрено порядком, то это телемедицина. Вот, понятно или что-то не то? А третье, что у вас было, я сейчас уже подзабыла. По поводу информационных систем. Миссы, да. Я просто не первый раз слышу этот вопрос из аудитории, и, откровенно говоря, я затрудняюсь ответить, потому что в порядке пока не все предусмотрено. И вот очень многие медицинские сообщества спрашивают, хорошо, вот порядок урегулирован, а как нам войти? А что вот является должной вот этой специализированной медицинской системой? Я просто... Попробую ответить, конечно. Значит, у нас просто практика таким образом складывалась, что первоначально все полномочия по организации медицинских информационных систем были отданы регионам. И регионы сами, так сказать, заключали, объявляли конкурсы, заключали договора с различными компаниями, которые являются разработчиками медицинских информационных систем. После этого появились требования к этим медицинским информационным системам, когда уже определенный массив систем был наработан. Но мы не уникальны в этом явлении. Многие страны, в том числе западные, они также шли по этому пути. И сейчас требования уже определили. В конечном итоге мы должны будем прийти к тому, что все эти медицинские информационные системы, неважно, кто является их разработчиком, если они соответствуют тем требованиям, которые регулятор установил для этих информационных систем, и у них будет иметься возможность интегрироваться в единую государственную информационную систему, которую мы создаем, то здесь уже разницы в том, кто эту систему разработал, совершенно никакой нет, если она отвечает всем требованиям. Поэтому я бы так сказал, что в принципе... Внимание, что законодательство предусматривает определенную специфику для телемедицинских услуг и может использоваться как в соответствии с приказом информационная система, там идет перечисление, в том числе федерального фонда и так далее. Но там есть такое понятие, что для частных организаций медицинские информационные системы, как только возникает понятие медицинские информационные системы, это означает, что у нас в законе дано понятие, что такое медоизделие. Медицинская информационная система – это медоизделие, а значит, у нее должна быть лицензия. Просто об этом нужно помнить, просто об этом не все четко понимают. А получить лицензию, соответственно, очень много организаций, сейчас уже больше, но далеко не все имеют лицензию, к сожалению. Да, пожалуйста. По поводу информационных систем, я хотел бы такой вопрос задать. В рамках системы ОМС существование таких медицинских консультаций, я думаю, в принципе, оно может быть и возможно. Но вот что касается оказания платных медицинских услуг, по крайней мере, я не услышал акцент, как в этой части нам правильно применять постановление правительства 1006, которое предусматривает обязательное заключение договора оказания платных услуг в письменном виде. То есть поэтому реализацию термидицинских услуг очень сложно в этом плане соблюдать. Можно просто начать? Можно прокомментировать? Сейчас мы поговорим про очный прием, про необходимость предшествия вот этой консультации того же очного приема. Ну, во-первых, когда пациент к вам приходит первично, вот, пожалуйста, он заключен в договор возмездного оказания услуг, вот, пожалуйста, первично и ДС, в том числе на сбор анамнеза. А можно я подтолкну нашу тележку, иначе мы завязнем в каждом вопросе и никуда не двинемся. По большому счету, статья 36.2 предполагает, ну, если так вот абстрагироваться, что ты должен принять решение о том, что назначаешь очную услугу, потом человек приходит на очную услугу, а все остальное в основном, после того, как ты очную услугу, это оказал. Ну, так получается. Так и есть, потому что клиники, которые добросовестно к этому подходят. Это очная услуга и является тем самым звеном, в котором ты подписываешь соответствующие документы, исполняешь все соответствующие нормативные правила, а затем уже продолжаешь телемедицину. Более того, договор, несмотря на то, что телемедицинское регулирование, оно появилось позже, чем постановление 10.06, о котором вы говорили, потому что это октябрь 2012 года, с этого момента не появилось никаких дополнительных требований к условиям договора. То есть те договоры, которые заключаются, учитывая то, что телемедицин – это всего лишь форума, и никакой Америки, с точки зрения какого-то дополнительного регулирования отношений пациента и медицинской организации, кроме специально оговоренных в порядке о телемедицине, по поводу информирования и все прочего, и отдельно действительно АМС, ничего не открылось. То есть это тот же самый договор. Единственной правовой лакуной все-таки, я, несмотря на 10 лет времени прокомментирую, простите, является действительно прямая покупка этой услуги, ну фактически, да, сбыт в таком языке нашем. Да-да-да, ну там совсем особо мелкий размер, но тем не менее совокупно, да, они, судя по всему, довольно привлекательны. Так вот, сбыт вот этих вот медицинских услуг, если они осуществляются без очного приема, то это чаще всего путем акцептования какой-то формы, которая разработана этими телемедицинскими сервисами на сайтах. Вот, но это тоже исключительно, это возможно, здесь тоже ничего такого прям грубого нарушения нет, это возможно только в том случае, если это осуществляется в тех целях, которые предусмотрены порядком. Но я здесь солидаризирую все-таки с Андреем Петровичем, потому что если медицинская организация хочет оказывать услуги безопасно, то, пожалуйста, пусть она оказывает их так, как надо. Потому что когда врач, совмещающий в пяти местах еще одновременно решает по гражданскому правовому договору показания индивидуальных информационно-консультативных услуг еще и поработать в телемедицинском сервисе, медицинская организация должна понимать, что рано или поздно она получит претензии, она получит исковые требования, она получит проверки, как, собственно, это и бывает, когда врач оказывает медицинскую помощь, например, в лечебном учреждении, в том числе стационарного типа, беря денежные средства в карман сплошь и рядом, а потом мы выясняем, выдавая заключение на бланках медицинской организации, потом мы выясняем, в качестве кого он действовал. И вот в этой ситуации, к сожалению, медицинская организация несет ответственность за действия своего работника, если медицинская помощь оказывалась на территории медицинской организации, ну, как бы в помещении, необходимом, как говорит приказ. Ну что, давайте еще один, и мы там дальше немножечко скомкаем. Я, главное, могу рекламировать. Для того и существует адвокатское бюро «Онегин», что вы заключали с ним договоры и обсуждали ваши договоры. Ну, спасибо, конечно, за добрые слова. Можно в качестве премии, Сергей Воронцов? Вот я абсолютно согласен с Андреем Петровичем, то, что телемедицина – это не что-то новое, это инструмент в руках врача при оказании определенных медицинских услуг. И когда вот все, что мы здесь обсуждаем, нужно разделить на две части, что было показано в презентации. Консультация врач-врач. Мы позвали заведующего с этажа спустись, посмотри, что. Это примерно то же самое, как он подключился, условно говоря, к операционной через свой компьютер, который стоит у него в кабинете, и не спускаясь, подключился и имеет двустороннюю связь с бригадой. То есть взаимодействие врач-врач, оно осуществляется на уровне консультации онлайн, во время проведения какой-то манипуляции оно осуществляется в качестве обучающей формы и так далее. То есть здесь целый ряд. Консультации врач-пациент, они опять-таки происходят в рамках тех порядков оказания медицинской помощи, которые приняты законодательством. И это очередной инструмент. Есть телерадиология, которая позволяет уточнить диагноз, сделать, например, повторное чтение. Это абсолютно понятно, но постановка диагноза по первичному какому-то обращению пациента через какой-то ресурс, это тоже вещь весьма сомнительная. Это сродни лечению по фотографии. Да. Все цифровые и информационные системы. Есть общепринятые мировые стандарты, по которым работает наша информационная система. HL7, это обработка данных пациента, и DICOM, который обрабатывает медицинские изображения. Соответственно, все подлежит оцифровке в этих форматах. Дальше то, что требует ЕГСЗ по предоставлению отчетности, все должны подчиняться этому. Когда мы говорим вот об этой истории, то мы смешиваем Яндекс.Здоровье, Гуголь. Прошу прощения, это был вопрос, но значит он закончился. Дискуссия будет чуть позже. В качестве прения я просто хотел сказать, что... Белая ночь, мы можем продолжать до утра, но в определенный период времени аренда этого помещения должна быть сегодня закончена. За наш счет. Ну, просто я хотел сказать о том, что надо разделить то, что мы хотим видеть коммерциализированное, Я очень рад вас всех слышать, но у нас есть еще абсолютно программа, и она не то, что не исчерпана, мы только начали. Да, мы в таком случае... Спасибо, но мы всегда критикуем телемедицинские сервисы, это я все-таки добавлю. Спасибо. 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 Спасибо.